Боже наш, слава Тебя, благодаря Тебя, Христе Божие наше, якобы высытилась и наземных Твоих благ. Не лишилась и небесного Твоего царствия, но якобы посреди ушей и попой пришелась и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы, причинствуйте Матери всех святых Твоей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милость, уволь мне грешную, создав мне, Господи, помилуй меня. Боже, слава согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Спаси Христос. Спаси Христос. Слава Христос. Вы позавтракали? Садитесь, да, рядом. Садитесь. Там наша варнатильная была. У меня вас. Я вас хочу приучить к рассуждениям. Что вы считаете? Как у Кушки написано, сказка ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. Вот я спросил, вы слышали сказку, как стопора кашу варили? Ты ответила, да, иди сюда, расскажи. Слушайте внимательно. Ты с кем-то встретилась, воображай, перед тобой ровесники свои, и рассказывай, чтобы было интересно. И не мыщать сразу. Один мужчина остановился у одной бабушки на ночь и сказал ей... Зачем ты вот это... И это тоже это... Чего вы мыщите-то? За каждым словом. Ты не москвичка. Это тебя все время мыщает. Просто мыщание выбрось. Тебе уже не выбросить его. Сразу не люблю вот это промежуток. Мозги не работают. А горло работает. А-а-а. А-а-а. Он не знает, что сказать. Ты мозги кручи. Дальше говори. Сказал Ты начинаешь сразу, ты не замещаешь Зачем ты замещала сейчас? Сначала издает звук «Н», а потом трогаешься А тебя включать вот такой Без смещания, просто ответь Однажды случилось такое Однажды случилось такое Мужчина остановился у одной бабушки на ночь И сказал ей Подавай на стол Она сказала, нечего Он сказал, вари кашу Она сказала, нечего родимый Он сказал, давай топор из топора свору Бабушка удивилась и решила Ну я-ка посмотрю, как он из топора сварит Дала на ему топор Положила на его в чубунок Налил воды Ждет, варится, пробовал воду И сказал, всем бы каша хороша Да вот только соли бы добавить Бабушка взяла, достала соли Добавил, еще немного поварилась Снова попробовал воду И сказал, всем бы каша хороша Да вот немного бы круп подсыпать Бабушка достала круп Насыпал Снова варится Снова попробовал, сказал Хороша каша Да вот маслом бы ее сдобрить Бабушка достала масло Сдобрил он ее маслом Поставил на стол Съели они кашу Бабушка удивляется Какая каша из топора вкусная После каши спросила бабушка А когда мы топор-то есть будем? Подпрыгал мужик вилкой И сказал А не сварился еще По дороге доварюсь ее Забрал топор и ушел Ну ладно Тут такой у тебя Зашел он сказал Давай ее Так не бывает Понимаешь Ты в сказку В плети Жизнь Так не бывает Бабушка сидит дома Там прялка Что в ней ты можешь сказать И вдруг стук Заходи родимые Кто там крещеный есть? Заходит солдат служивый А служили раньше 25 лет Посидели Поговорили Да Дорога трудная Не поешь ты И не пойдешь Бабка молчит И он начинает Подходить Ну баба Ты позволь мне Твой чугунок Смотреть Топор у меня с собой Топор На всю жизнь Один варится И кормит меня Для того удивилась А дальше Как ты говорила Так чтобы поближе А ты слышала сказку Про старика Который жил со старух И у них То ли ребятишек не было Или только деревню ночами строить Почему-то никого больше Нигде не появляется Нет, не слышала Такую сказку Ну рассказывай Как ты понимаешь Ты слышала сказку Нет, не слышала Жил старик со старухой У самого синего моря Тридцать лет и три года Старик плавил в неводом рыбу Старуха пряла свою пряжу Александр Сергеевич Пушкин И далее развивается Событие Он пошел рыбачить Пришел невод С одной тиною А когда третий раз Невод забросил И попалась липка Да не простая липка А золотая Измолилась она С человеческим голосом Отпусти меня старший Я выполню Что тебе надо Ничего мне не надо Гуляй с себя С миром И опять отпустил ее И когда он вернулся Старухе рассказал Старуха Он бы сказал Ну что ж Один день на рыбалку Не пойду Перебьемся Как-нибудь Сушеную рыбу Будем есть Сущий Называется По монастырскому А корыто Я выбрал Наш отец Сделал корыто Одной рукой Корыто Хорошая Одной рукой У него руки Вот так не было А ребятишки Рядом крутились Поддерживались И дальше Что из этого получилось Дальше Ты слышала это? Да Ну и рассказываем Подошел к морю И стал Крикать золотую рыбку Приплывая рыбка Спросила Чего тебе надо На старче И с поклоном Старик отвечает Что С милостью Государная рыбка Бабка моя Просит корыто Наша совсем Оскололась Сказала рыбка Ступай С Богом Будет там Где корыто Пришел Он смотрит Сидит бабка Перед ней Новая корыто И говорит ему бабку Дорочина Ты простофиля Выпросил корыто А в корыте Много ли корысти Лучше Пойди Попроси Избу новую Пошел Старик К синему морю И сказал Стал кликать Сколько раз он ходил Избу выпросил Приходит домой А она что? Она просила Стать бояриной Столбовой дворянкой Спрещала Значит так Потом Ей не понравилось И сегодня показывают Фильмы поставлены Такие где-то И во всем Виноват старик Подкаблучник был Настоящий Он бы как и дал У короту Сразу Ты бабка Занимайся Просила корыто Вот теперь Руби рыбу Соли ее Там хрен Мель Мельчи Накопай Ну и дальше А она все Уполняла Кончилась тем Что ничего и нет Все Разбушевалось Моль Это синее И рыбка Чтобы рыбка Была на побегушках Вот как у них Вот без вмещания У тебя Рассказываешь Неплохо Ты знала Эту сказку? Нет Ну не на память Ну а теперь дальше Вы скажите Непонятно нам Этот старик Где жил То ли деревню Тако строил Где-то на Ошибе Один Почему он один? Получал он пенсию Или не получал? Ну и дальше Это забота Социальное положение Его тут все Может по сегодняшнему Прибавить А животворить Эту сказку Пушкин-то Против ничего Не будет иметь Потому что Уже нету А вот дальше Это начинается Именно характеристика Как он довел До такого состояния Старуху Всю жизнь Что она им командовала И он ходил А там налетела стража Чуть топорами его не изрубила Говорит Потащили его И потом опять пошел Согнулся И ее Ковыляет К этой рыбке Рыбка-то ничему не рада А если так разобраться Таких рыбок не бывает Это не чистая сила Волшебность Вот попала ему Он не перекрестился Нигде не разу Он не православный Оооо Тут можно так Размернуть Показать эту картину На сегодняшний день Ты озираться будешь Как бы мне эта рыбка Не попалась Это тебе не гальян Не карась А слышал такое Там кот Говорит Ходит Вокруг дуба Налево идет Песнь заводит Направо Там сказку говорит Волкомолье Дуб зеленый О О А теперь Начинает сказку Роса Ты сразу скажи Кота этого сразу же Немедленно в клетку Сажать дома Отучить шататься Где попало Чтобы дома Мышей ловит Потому что Говорить он еще не может Никаких сказок не знает Если любую Утащит Ну что Хотя бы сцепи Отоцепить А то и молодцы Посадили Как же он уйдет Оттуда Ты маленько Можешь рассказывать Чуть Да Можешь Ну давайте расскажи Про царя Гведона Было Три Сестрицы Три девицы И как они Сидели И как они Говорили А если я была царица Я бы На весь мир Полотна Открыла А последняя Говорит А если я была царица Я бы для батюшки царя Родила богатыря И написала И речь последняя По всему Приглянулась я ему Слышал? Да И дальше Что получилось? Потом Начинает с чего? Потом Пришел царь Зашел В избу И сказал Что Он Будет царицей Она будет царицей А Та Которая Захотела Сделать На весь мир Пир А другая Которая Сшить Они будут Ткачихой И поварихой И в тот же день Они Устроили свадьбу Ну ты вообще Подожди Написано У глупого Притча Как это По песку идти Неинтересно Рассказываешь Ты даже Самое простое Можешь В современном виде Показать И так это будет Выглядеть интересно Просто захватывающая Человека А ты Аааа Простение Она Сочно Преводит Эту Ей можно Поставить Здесь Даже Четверку А Тебе Аааа Два Не годится А в Святой Библии есть сказки такие, чтобы учиться на них? Чтобы там между собой деревья разговаривали, ну и прочие животные, они чему-то учили человеку. На Библии есть такое? Чтобы деревья разговаривали? Нет, точно. Там прямо начинается, так говорит, деревья решили выбрать на собою царя. Ну кому пойти, ну вспомнили так у этого, так, этого мало знают, а это рядом кустарники у коровы топчут. О, виноградную лозу надо выбрать, ее цари знают, вино пьют везде. Пришли, а она говорит, никуда я не пойду, а куда я пойду, у меня здесь надо ростить. И отказалась, там яблони, то есть меня ждут и дети любят яблоки. Мне нет, я другим буду командовать, а соют и останутся, без яблок останутся люди. И наконец пришли они к террористу, колючки везде. Он говорит, да, согласен, но только я буду так править вами, кровь будет течь. А как тебе имя? Джугашвили Сталин. А там нашли в другом месте такая же притча. А тебе как фамилия? Он говорит, Шикольгрубер. Это Гитлер. Это настоящая фамилия, это не Гитлер, это выдуманная. По отцу. А у Сталин совсем. И вот отсюда начинает рассказ. Деревья разговаривают. И это прямо показано. Или однажды собрались деревья и говорят, А тут море шумит и завоевывает все больше, берег вынувает. Давайте объявим его в войну. Сейчас семена рассеем, мы корнями схватим. И на этом помиленьке его будет отступать, и море мы зажмем. А море решило, нет, я буду командовать. И да, ничего случилось. И пошел пожар, весь спалил, ничего нет. И с этим Бог расправился, поставил скалы, и бьется волна, и дальше нет. То есть у Бога другой порядок, чем люди придумали. А я буду воевать. А я завоеваю, разрушу Советский Союз. Не разрушить. Он очень крепко стоит. Заплатят 28-30 миллионов только на фронте. И там пленные миллионы, 4,5. Это очень-очень серьезно. А кто страдал? Может именно те, которые раскулащивали других. Которые комсомолили, они первые пошли под нож туда. Почему наступило их час. Пришло время, говорят, кабанчика резать. А теперь, а Советский Союз нерушил их, республика свободных, рухнет сам. Ни одного выстрела не будет. Он развалится, он и нигде не успевает. Так то он, Михаил Сергеевич Горбачев. Михаил переводился не только в Бог. То есть через него сам Бог это сделал. Империя зла, империя лжи. Империя несвободы рухнула. И разлетелись на осколки все 15 республик. И дальше мы увидим, вот деревья-то и разговаривают об этом. А как? Как управлять? Кем управлять? Это притчи называются. Ну а в мире-то этого не знают сказки. Вот так, чтобы притчи распространять, я сейчас не знаю из певсов, кто так, как Светлана Копылова. Слышала ее? Не слышала? Удивительно. А кто слышал Светлана Копылову? Она много разъезжает. Она заканчивала какой-то там артистический факультет. Сама стихи пишет. Это надо послушать, когда мне тогда придете, или Володя включит вам здесь. Называется «Кисточка». А что такое кисточка? Ну, о том, как жил художник один, бедная, на берегу реки, в стихотворной корме и все. И однажды ему посвящалась девушка. И он в нее так это вник, красоту, и попросил попозировать ему. Ну и стал рисовать. И рисовал вдохновенно. Кисть только мелькала у него. И наконец портрет получился. Лучший на там посмотрел и сказал, «Да, хорошая у вас кисточка». То что тут кисточка? Я могу белый день изобразить одним углем. И черную ночь могу изобразить белилами. Она говорит, «Нет, мы все кисточки в Божьих руках». И что надо, Бог через нас делает. «Да нет!» И он стал рисовать. Но теперь уже там только рука профессионала была. Жизни не было. А до этого с аукциона у него брали картины. Он таким знаменитым художником стал. Здесь более несчастного никого не было. Он валялся и рвал все. Менял мольберты, кисточки, краски. Ничего нету. И теперь где-то там хижины на берегу моря. Он один сидит, уже старый. И всем говорит, «Мы все кисточки в Божьих руках». Понять? Она с притчами поет Светлану Копылова. Она везде ездит. Ну ее подобрали попы. Видимо она исповедуется. То есть они ее засушили. Таланты ее не дали до конца развиться. Вот, допустим, в одном месте у него родственники. У одного в этот раз богател, в городе живет. Коттедж у него здесь, бассейн. И он сынишку такого, ну тут поменьше, 6 лет, решил свозить к родственникам. Посмотреть, чтобы он сын сделал сравнение. Как они живут и как мы живем. Беднота там, ничего нет. Ну и отправил на неделю. Через неделю приехал, забрал. Ну место, поехали давай. Поехали. Ну и дорога спрашивает. Ну и как они? Ты видал, как живут? Собак видал. Как они богато живут. У нас какие-то фонарики там в лицо. А у них звезды видать. У нас какой-то там бассейн маленький. А у них рядом море плещется. Конца не видно. Ну и стал сразу. Какая-то у нас собака бегает. А мы не раз видели олени там. Лоси, лис. Они живут там рядом около леса. И он отец-то и приуныл. Вот это показал. Он-то ему показать хотел, как они бедно живут. А он сын-то рассказывает. Показал, как мы бедно живем. Мы потерялки богатые. У нас уволен все. Семь прудов, где можно купаться. А ты в городе пойди где, что тебя не видели. Ты никому не нужен. У тебя вот своруют все. Купаются где-то. Пишут. Документально. Смотрят, а где Настенька-то? А Настей нету. Она решила пописать. Запустите. А парень там уже лежал, ждал. И он сразу ротную зажал. Сносилищал и задавил. Они, когда ее нашли, она уже мертвая остыла. Здесь-то никого нету. Бог хранит нас. Нас травнивает еще. У нас все в достатке. Все. Бог хранит. Мы ночью выходим, гуляем. Ну, я и в городе. У нас ограждение большое. Там наружено наблюдение. Это все как-то настораживает людей. А по-настоящему так взять в городе, пойди, пляж. Все отравленное. Там всякая пакость. Там не разберешь. А у нас все есть. Чистая вода. Ее не надо покупать. В ней соли, как раз те, что нужно организму. У нас есть которые из города привозят воду. И они болеют все. Не надо. Надо вот именно та вода, которая здесь. Тут сейчас каждый день. Сейчас у нас бананы. И, ну, ананасы. Это для нас не полезно. Наш организм привычен к моркам, к свекле, к крапиве. То, что есть. Иные на север едут. Заработать деньги. Уж я заработаю. На курорт. В Ялту поеду. Поеду в Таиланд. Два-три года его нет. Он спекся. Георгия Тенно. В архипелаге Булак описывает Солжени. Я, говорит, знал таких сколько. Могучие, сильные. Перенесли все. Издевательство. Мороз. Вернулись здесь. Расслабились. Год-два и уже спеклись. Не ослабевать. Даже у тебя все есть. А я буду работать. Каждый день. Меня спрашивают, болеешь чем или нет. Не болею. Я вообще не болею. Ну, да, вообще-то болит. Болит, болит. Да, колени не гнутся. А я на молитве. Утренезенные поклоны. И все разойдется где-то. Начинаю молитву должна быть где-то. Болеть это старение организма. И тут не так зубы. И, говорится, снизу доверку там не так. Я ем. Главное, желудок у меня работает. Аппетит хороший. Работать охота. Я каждый день спрашиваю, Володя, какая разнарядка. Мне работу найдешь? Я сейчас освободился. Ну, пока я там сейчас по своим делам. Понял? С утра пораньше я уже у голубей. Накормить, проверить. Сейчас гнезда. Еще надо стены наложить. То есть непрерывное движение должно быть. Как Серафима Гавриловна. 92 года, кажется. Она не сидит на месте. Она все время работает. И у нее там такое обстоит. В огороде у нас близко такого нет. Он любая идет. Смотри, уже тащит. Опять. Она никогда в пустыне идет. Все-таки что-то нашла. Вчера я говорил. Он нам показывает. Помаши ей красным в окно. Поля? Да. Я? Да ты могла повернуться в воду подглубью. Ты показать, она бы тебя увидела. Она не догубилась. Она повернула голову, смотрела. Прошла она. Надо, пока она подходит, что она голову поворачивает. Так, притча, это называется грехнес. Это сравнение с чем. И Господь неоднократно говорил. О винограднике. Говорил? Говорил. Говорил. И о том, как там израненный лежит. И почему. Притча за притчей. И она более приемлема. Вот подойди прямо к человеку. Скажи, ты что наделал? Ты такой. А он пришел и говорит, царь. А он близкий ему и говорит, царь. Ты знаешь, тут одна неприятность была. Не знаю, как рассудить. Ну, закон есть. По закону судите. Такое дело. Тут один есть богатый человек. У него тысяча овец. А у соседа одна овечка. И он не так. С овечкой-то все время. Она, говорит, спала, говорит, рядом. Она голову ложила ему. Ну, вот к этому соседу богатому пришел человек. Там, гость. И он ни одну из тысяч овечек на шашлык не разрубил. Не заколол. А пошел, а то единственную отнял. Как? Последнюю отнял. Ну, смерть ему. Хотя речь идет о том, если он украл ее, то заплатить пять овец. А за быка это четыре быка. Бык за быка. Почему четыре и пять, тоже непонятно. И он, когда он сказал, разгревался так, он говорит, И этот человек, ты, у тебя сколько жены? Десять. А у них и тебя не одна. Версага. И ты ее отнял. А его самого убил. Он как будто во сне был. Человек, когда влюбляется в женщину, он как в памороке находится. Согрешил я. Он говорит, и Господь помиловал тебя. Жена беременна, но дитя умрет. И сколько он постился, когда дитя умерло. Боялись сказать ему, говорит, если он, когда болело, дитя, он так переживал. А если умерло, так он что-то с собой сделает. Сказали, умерло? Хорошо, пошел умылся, на стол подавайте. Они говорят, а как так? Я надеялся, Бог услышит меня. А раз умерло, ничего нет, и тебе, говорит, ко мне дитя не вернется, а я к нему приду когда-то. Только судил правильно. Это плища, он в виде плища подошел, рассказал. И человека этим поставил на ныне. Вот я пошел, когда подавать на прокурора заявление, иск, суд. Я пришел к Игорю Барабашу и к батюшке. Я говорю, вы в Бога-то верите? Конечно. И верите всему написанному в Библии святой? Конечно. Но вот я скажу, не из Библии, проверю вашу веру. Ночью сегодня мне позвонил генеральный прокурор Российской Федерации. Позвонил. Я спросил, может он подставной кто-то это? Ну, он мне так представился. Из Москвы, говорит, у вас такое положение. И вы знаете, что я не могу вмешиваться тут, пока, пока суда нет. Вы подайте на него в суд. Ну, а дальше мы разберемся, высшестоящие органы. Они на меня, Игорь и батюшка. Я говорю, ну верить его-то? Очень сомнительно, что на ночь глядя и генеральный прокурор, и... Я, к примеру, говорю. Ну, что, сомневаетесь, да? Я говорю, ну, у меня ангел ночью явился. Я молился. Я еще спал. Он меня вот так за коленку взял, ангел, потрес. Я голову только поднял на молитву. И у меня сразу высветил его как слова. Он говорит, подай на прокурора в суд. Вы в это верите? А они молчат. Я говорю, и так, я решил подать. А дальше будет видно. Я сначала сказал там, по-божественному верят, не верят. Прокурор, земное, мое великое дело. А что, ангел? Они даже оба поверили. Я им в виде притчи сказал. Не сходу. Почему? Я стою и говорю, господи, может я обольщаюсь, может ничего этого не было. Лукавость смется надо мною, а на душе такое умиротворение и радость. Сатана не дает этого, он сразу страх наводит. А он говорит, я молюсь, а губы не могу свисти вместе. Благодарю, господи, тебя за совет. А я думал, как поступить. Как? Никак, только подавай. Дальше я подойду тебя сам. Я пошел, все сказал. Потом написал, когда Лена отпечатала, батюшку призвала. Батюшка прослушал. А добрый? Говорит, а неплохо так, ничего. Неплохо, то есть. Я могу сказать более грозно. Я много из Библии выписал. И вот теперь, может на этой неделе, уже решение будет, когда будет. А у меня задача, еще все снимки сделать, лагерь вчера делали, сейчас пойду за ними. Успеть бы отпечатать. Но на этом мне нужна еще неделя. Чтобы суду представить снимки. И еще пригласить представителя совета, чтобы она побыла у нас. И потом на суде ее представить. Я сравниваю, как на Нюбинском процессе. Пауэрису представили. Когда никто не ждал. Понятно? Внимательно будьте. У меня знакомая одна. Захожу, я всем говорю. Вы заходите в туалет. Обернись, когда выходишь. Все ли правильно ты сделал-то? Не мимо ли? Тебе легче убрать самому. Рванул и бежать. Дверку даже не закроют. Ну там же вертушка. Ты не закрыл, а ветром ее хлопает, оторвало. Ты ее повесишь. Да зачем вешать-то надо там? Там вертушка. Ну и дальше. Значит ты сам вертушка. Голова у тебя такая, ничего не соображаешь. И за собой закрыть не можешь. Здесь неоднократно у них. Здесь неоднократно девочки забывают закрывать. На вертушку. Я вчера одну поймал. Поймал и вернул назад. Правильно я говорю, нет? Да. Не будем называть все. Все, наверное, расходимся. Поехали со мной к батюшке. Вчера же разговор по телефону, он звонил. Там догматы заходили. Хочу записать его.